КОНЕЦ Нередко первыми бросают в нас камень те, кто ел наш хлеб. Часто нас толкают в пропасть те, кто с нашей помощью достиг власти и богатства. Много раз те, кому мы помогли разбогатеть, сделают все, чтобы нас разорить. А те, чью честь мы защитили, обвинят нас в бесчестии. Часто мы будем ощущать себя оставленными детьми и друзьями, непризнанными отечеством и презираемыми всеми людьми. И тогда наше раненое сердце сожмется, а из груди вырвется стон. Да разве это я заслужил от детей, которых с такой любовью пестовал, трудясь до пота? Почему же меня оставили друзья, которые за моим столом ели и пили и пользовались моим добром, как своим? А почему Отечество, которому я был предан, забыло своего сына? Разве человечество не в состоянии проявить милость к одному человеку, который пожертвовал своим счастьем ради счастья всечеловеческого? Но в ответ мы получим одну иронию. И тогда мы почувствуем себя совершенно одинокими на всем белом свете. Наш взор не найдет ничего достойного на земле, и тогда наши глаза обратятся к небу, как и глаза Стефана, в поисках лучшего ответа и лучшего утешения. И мы обратимся с последним горьким стоном к звездам, которые так тихо мерцают в ночи, и к которым каждую ночь миллионы страдальцев обращаются за утешением. И мы их спросим, о, звезды, вы живые? Неужели вы своим мерцанием радуетесь моим бедам, или вы так трепещете от ужаса, взирая на неблагодарность и неправду людей? Есть ли на вас или где-то еще кто-нибудь, кто мне показал бы правду и утешил меня? Должен ли я надеяться, или мне только и остается, поскорее превратить свою жизнь в прах, из которого она и возникла? И тогда явится тот, кто нам до этого казался бессловесным и бесчувственным. Бог заговорит, братья, со всех концов вселенной, в нас самих. Не бойся, я с тобой. Ты ради меня жертвовал и страдал, меня ради. Знай, что это я через тебя жертвовал и страдал. Не ищи награды у тех, кто выше тебя и кто не знает, что делать. Но только у меня ищи награду. Ибо ты трудился на моей ниве. Терпи и веруй, что окончательная победа за мной. И когда мы услышим этот святой божественный голос, мы забудем обо всех ударах, нанесенных нам неправдой и неблагодарностью человеческой. Наше сердце успокоится, а лицо осветится верой в Бога, подобно тому, как просияло лицо первого христианского мученика Стефана. И тогда и к нам придет молитва за неразумных и неблагодарных на всем белом свете. Господи, не вмини им это во грех.